Привет-привет, скорпионы! Меня зовут Мустафина Ирина, и сегодня расклад на полнолуние. Оно у нас происходит 17 октября, и полнолуние – это завершение каких-то жизненных этапов. И поэтому давайте посмотрим, что будет уходить из вашей жизни и что же, какие события войдут. Итак, я возьму три карты для вас. И первая карта – это рыцарь Жезлов. Поздравляю, сейчас вы точно знаете, чего хотите от жизни и намерены этого добиться. Вы готовы проявлять инициативу и даже рискнуть при определенных обстоятельствах. Данное полнолуние относится к вашему шестому дому гороскопа, а это наши повседневные дела, работа, привычки, здоровье. И здесь рыцарь Жезлов указывает на то, что бы вы были готовы направить ваши силы на воплощение своих желаний. Составьте четкий план действий, оцените возможные риски и меняйте свою жизнь. Карта может говорить вам о том, что настало время для переезда, путешествия или смены работы. По этой карте начинания и дела с большой долей вероятности будут успешными. Кстати, смотрите прогнозы по вашим основным трём знакам зодиака. По солнечному знаку, асценденту и знаку Луны. Так как порой расклады, да и гороскопы могут сильнее проигрываться как раз по асценденту, а не по Солнцу. Но тем не менее, зная все три знака в своей натальной карте и смотря прогнозы по ним, вы точнее будете понимать связь событий в своей жизни. А сложив их вместе, вы практически получаете индивидуальный расклад. Если вы до сих пор не знаете, кто вы по асценденту или Луне, обязательно оставляйте под этим видео дату, время и город своего рождения. А я вам отвечу и напишу знак асцендента и Луны в вашей натальной карте. Ну а следующая карта – повешенный. Скажем так, не все ваши дела пойдут по намеченному плану. Может возникнуть ситуация, когда вам придётся чем-то пожертвовать. К примеру, если вы решились поменять работу, то можете потерять какие-то регалии, может быть изначально согласиться на меньшую оплату труда, или же на не совсем удобный график работы. Или другой пример. Скажем, вы полны решимости сбросить лишний вес, что, кстати, очень хорошо делать именно по полнолунию. Вес будет уходить гораздо быстрее, но при этом вы приносите в жертву превышенный распорядок дня и питания. Осознанно идёте на эти жертвы для достижения результата. Повешенный может ещё означать сильное давление на вас. И если рассматривать полнолуние в шестом доме, и ещё и рыцаря жезлов, то, к примеру, вы можете начать заниматься с тренером, который будет нацелен на ваш результат, а вы будете, естественно, испытывать дискомфорт, так как привыкли не к таким физическим нагрузкам. Вообще, карта повешенной говорит об углублении в какой-то процесс. Может быть, кто-то напишется на курс изучения чего-то, кто-то займётся вплотную своим здоровьем, а кто-то заведёт себе домашнего питомца, так как шестой дом ещё отвечает за домашних животных, и будете всецело поглощены этим маленьким чудом. А может быть, вам придётся в период этих двух недель за кем-то ухаживать. Ну, давайте посмотрим следующую карту. Друзья, не забывайте, что это общий расклад, и если вы хотите получить ответы на личные вопросы, и узнать, что ждёт только вас, и как использовать эти знания, закажите индивидуальный прогноз. Пишите в WhatsApp или Telegram «Хочу индивидуальный расклад Таро», и я пришлю вам информацию об этой услуге. Итак, смотрим следующую карту. Дурак? Карта говорит о переменах в вашей жизни. Она несёт окончание и смелое движение к новому, к мечтам и грёзам. Это новые перспективы, увлекательный шанс изменить свою жизнь. А дальше всё зависит от вас. В ваших руках свобода действий. Сумейте только сделать правильный выбор, пусть и спонтанный. Жизнь преподносит вам неожиданный сюрприз, который эмоционально встряхнёт и окрылит. Шут призывает вас к новому отношению к вещам, людям, к рождению нового мировоззрения. Просто поверьте в себя и взгляните на мир проще. В течение данного периода необходимо проявлять новаторский подход, и тогда радость от новых начинаний позволит получить удовольствие и от работы, и от выполнения повседневных обязанностей. И дел в жизни не помешает романтика, необычные подарки, сюрпризы и комплименты. Карта Шут рекомендует вам как минимум на эти две недели стать более искренним, добрым и открытым, спонтанным человеком. Для того, чтобы начать новую жизнь, надо стать свободным. И в первую очередь это должна быть свобода от самого себя. Какая бы ни была у вас ситуация, вы не должны бояться быть смешным и глупым. Пусть вы совершите необдуманные поступки. Это не помешает вам продвигаться на своем пути. Чтобы стать успешным, нужно бросить с себя ненужную ответственность и страхи за себя и свое будущее. Пора стать ребенком, веселым, наивным, немного глупым. Качество детей помогут расширить, разрешить все проблемы легко и играючи. Интуитивно находить решения в самых запутанных вопросах. И поможет продвигаться к безоблачной жизни. Если вам понравился этот расклад, не держите его при себе. Поделитесь с друзьями, вдруг им пригодится. И обязательно подписывайтесь на канал. Здесь каждый день выходят новые видео, чтобы помочь вам разгадать тайны Вселенной. Ставьте лайки и пусть удача всегда будет на вашей стороне.